Доброе время суток! С вами программа «Магия смысла» и я, ведущий, Давид Эдельман. Сегодня мы поговорим достаточно коротко о том, чем отличается работающая демократия от фиктивной, от неработающей. Связано это с огромным количеством статей, публикаций, обсуждений в социальных сетях американских выборов. Ну, фальсификации, которые якобы были массовыми на американских выборах, о которых говорит команда Трампа, из-за которой подается в суды, они были очень сильно поддержаны прессой самых различных стран, у которых есть собственные проблемы с организацией выборов, которых самих очень часто упрекали в том, что выборы были сфальсифицированы, были массовые сбросы, было использование административного ресурсов и так далее. Сегодня то, что произошло в Соединенных Штатах Америки для многих из этих стран является оправданием того, что было, и индульгенцией, заранее выданной тому, что будет, тому, что предстоит. Поэтому лидеры, политики, политологи, политические обозреватели, журналисты самых разных стран говорят, ну, смотрите, что у вас самих произошло, смотрите, что у вас самих произошло, а у вас-то самих. И показывают, что произошло в самой Америке, ну и вообще, вот там тоже жалуются. В принципе, это очень сильно напоминает то, что когда-то, лет 17 назад, в блогах, соцсетях русскоязычных обозвали обратным каргокультом. Что такое каргокульт? Это культ груза. Ну, во время войны американцы использовали аборигенов различных островов для того, чтобы помогать передвижению самолетов. Ну, аборигены должны были там зажигать костры, размечать поля. И вот когда они разжигали костры, то самолету была возможность сесть и перезаправиться по дороге. Понятное дело, что в обмен на это, на аборигенов сбрасывали самые различные карго, ну там шоколадки, еда, консервы. Все, что необходимо, и аборигенам это очень сильно понравилось. И аборигены почти обожествляли эти самолеты. Ну, а когда война закончилась, то они продолжали зажигать эти взлетные полосы, огни, чтобы самолеты могли садиться, будучи уверенным, что самолеты, то есть эти боги, они садятся благодаря тому, что они разжигают огни. Благодаря тому, что они выполняют свои обычаи. Ну и кроме всего прочего, аборигены играли, создавая себе там деревянные наушники, там собственные самолеты из соломы и навоза и прочие-прочие вещи. Вот это в науке это получило название карго-культ, а физик Фейнман говорил о налете, о том, что и в науке существует наука самолета поклонников. А что такое обратный карго-культ? Обратный карго-культ это уверенность, что и у белых людей, у них тоже самолеты из соломы и навоза, но только они лучше притворяются. И вот эта уверенность, обратный карго-культ, она очень часто встречается в заявлениях официальных, полуофициальных, журналистских, политических, авторитарных или полуавторитарных государств в отношении государств плюс-минус демократических. Ну, а у вас-то самих, посмотрите, что у вас творится. И тут встает вопрос, а действительно, чем ситуация в Америке отличается, я не знаю, от ситуации в какой-либо стране? А президент или там премьер-министр, который говорит, ну, смотрите, то, что в Америке было, это тоже как-то вот фальсификация, беспорядки. И эти люди нам запрещают ковыряться в носу. Вообще, смотрите, у них уже больше месяца прошло после выборов, они до сих пор еще точно не знают победителя, там, миллионы, может быть, людей еще надеются, что победил Трамп. Конечно, в этих республиках, в этих странах победитель известен еще до объявления выборов, до начала предвыборных кампаний и до окончания голосования, тем более, известен победитель. А в Америке вот такая ситуация происходит. Так вот, считать, что демократия это просто выборы победителя большинством голосов или выборы по штатам или еще что-то как-либо, то есть то, что решается при помощи выборов, это не совсем правильно. Данное заблуждение в политологии называется электролизмом, да, от слова «электорат», электролизмом. По-русски, наверное, самый точный термин – это выборея. Демократия не сводится к выбореи. Демократия – это политическая система, которая очень сложная и которая нуждается в определенных политических традициях и в определенной политической культуре. Для чего нужна такая система? Эта система, работающая демократия, отличается от фиктивной прежде всего тем, что в работающей демократии до конца, до момента окончания выборов, до момента объявления результатов или голосования выборщиков, как в Соединенных Штатах Америки, неизвестен победитель. Работающая демократия – это демократия, обеспечивающая на каждых выборах политическую конкуренцию. Когда кажется, ну вот победит Хиллари Клинтон, а побеждает Трамп. Или когда до этого, судя по опросам, очень многие знатоки Америки были уверены, что победит Ромни, а победил Обама. Или когда была ситуация Буша и Керри, или когда была ситуация Буша и Гора. В Америке создана система, при которой на каждых президентских выборах избирателю даются две альтернативы. Либо так, либо так. И избиратель волен выбрать между этих двух альтернатив. Собственно говоря, работающая демократия, она отличается именно тем, что она обеспечивает политическую конкуренцию как минимум двух альтернатив, которые доходят до дня голосования. Потому что по-настоящему в тех же Соединенных Штатах альтернатив гораздо больше. Потому что в партии, которая выдвигает своего кандидата против президента, проходит праймерис. И там десятки людей выступают, их сравнивают, они выдвигают свои программы, они спорят друг с другом. И в результате выдвигается один, который уже идет против президента, проходит через все необходимые процедуры, проходит через дебаты. А что такое дебаты? Дебаты это и есть столкновение. Дебейт это сбить с ног. Это поединок, задача которого сбить оппонента с ног. Перед зрителями, перед публикой. И вот только в этом случае, только в этом случае, и побеждает определенная альтернатива. Побеждает определенная позиция, повестка дня. И возможность осуществить это, это и является работающей демократией, которая требует огромного количества институтов, разделения общества и так далее. Потому что работающая демократия, это гражданская война в самом мирном ее варианте. Но все-таки гражданская война. Выборы это гражданская война без крови, которые нужны для того, чтобы общественные противоречия не загонялись под ковер, не сдавливались, как пружина, не накапливались, как пар в котле, а находили свое разрешение при помощи выборов, при помощи избирательных процедур. Вот и все. Вот и все, чем является работающая демократия. С вами была программа «Магия смысла» и я, ее ведущий, Давид Идеримов. Субтитры создавал DimaTorzok